Человек, наделенный властью, имеющий оружие, подчинение людей, хорошо вооруженных, спецтехнику, все необходимое, приезжает Урусмартан и вызывает на бой безоружных людей. Выходите, покажите теперь свое мужество. Вы понимаете этот абсурд? Накажите того, кто это сделал. Почему это не происходит? Потому что кишка тонка. Мы продолжаем педалировать тему с задержанием Алихана Цыкаева на границе Чечни и Дагестана на Герезальском посту. Так вот, мы с моим очень чутким товарищем пришли вчера к такой мысли. Мы вспомнили об одном инциденте, который произошел не так давно в городе Урусмартан Чеченской республики. Там какие-то местные жители повздорили с сотрудниками. С одним или с двумя сотрудниками ДПС или РОВД. Был такой инцидент. Этот инцидент был настолько пропиарен, он настолько наделал шума в республике, тогда его не то что там прокомментировали на всевозможных уровнях. Туда, смотрите, просто местные жители, кто-то, какой-то местный житель с сотрудником полиции, значит, у него происходит какой-то конфликт. Во время этого конфликта там собираются местные жители. И как нам об этом рассказывают уже и Кадыров сам, и всевозможные командиры, начальники, пропаганда официальная, директор ЧГТРК, министр информации, все, все комментировали эту тему. Оттуда снимали отдельные репортажи. Нам говорили, что местные жители окружили сотрудников ДПС, полиции, ГИБДД Чеченской республики. И, значит, они хотели их там, мол, избить, хотели их напугать. Просто немереное количество сотрудников Кадыровской полиции, Росгвардии приехали в Урусмартан, чтобы напугать местных жителей Урусмартана, безоружных, обычных, мирных жителей. И все это произошло из-за чего? Из-за того, что повздорил какой-то сотрудник полиции с местным жителем, и местные жители там собрались, как говорит Кадыров, окружили, решили напугать сотрудника полиции. Из-за этого туда, в Урусмартан, стянули представителей всех силовых структур, их, значит, вызывали на открытый бой жителей Урусмартана. Теперь вопрос к вам, кадыровцы. Вашего начальника главного управления МЧС по Чеченской республике, односельчанина Рамзана Кадырова, его друга, заслуженного деятеля МВД, имеющего многократные награды, генерала, человека в звании генерала, на герзельском посту выволокли из машины, положили его на асфальт, лицом в асфальт его уткнули, надели на него наручники и заезжали его. Его там просто унизили, опустили. Это не мирные простые жители Урусмартана, которые там повздорили с сотрудником полиции и что-то там его окружили, как вы говорите. А это такие же, как и вы, сотрудники полиции, которые вашего генерала опустили просто ниже плинтуса. Сделали то, что теперь он никогда себя не смоет. Себя вести дальше. Дальше, что лежачий на асфальте генерал МЧС, близкий друг Кадырова, одноклассник Кадырова, односельчанин Кадырова, человек, имеющий четыре ордена мужества, медаль за отвагу, человек, на котором просто нереальное количество крови, повязанный Кадыровым кровью, высокопоставленный чиновник в республике, который даже сейчас какой-то невероятной, высокомерностью подъезжает, проводит построение, какие-то пафосные речи долгает. Его уложили лицом в асфальт на Герзельском посту. И где вот эта ваша бравада? Почему сейчас, почему с безоружными жителями Урусмартана вы готовы были там мериться силами, вы туда нагнали представителей всех силовых структур? Почему вы не сделали того же самого с этим Герзельским постом? Почему ты туда, Кадыров, не направил всех представителей, представителей всех силовых структур, не окружил этот пост, не вызвал там на бой, на честный бой тех, кто укладывал твоего министра лицом в асфальт? Потому что там тебе быстро укажут на твое место, потому что там тебе не позволят подобные понты выколачивать. Таких же сотрудников полиции, Росгвардии и так далее, как и ты сам, только подчиняющихся главному управлению МВД, по Северному Кавказу, с ними это не прокатит, да? Это не то, что поехать и безоружных жителей Урусмартана пугать, пытаться напугать. Это не то же самое. Это не так просто, как в рамках республики нагнать всех сотрудников полиции в город и снимать там очень крутые репортажи. Что же вы из герзерского поста такой репортаж не сняли? Окружили бы этот пост, нагнали бы туда всех сотрудников и отправили бы вот этих же самых журналистов. И чтобы они нам оттуда, стоя на этом посту, проходя мимо, рассказывали о том, что туда приехали все представители и, значит, готовы дать бой тем, кто задержал Алихана Цыкаева. Причем, по твоей же версии, Кадыров, это ведь было сделано незаконно, не обоснованно, это была провокация. Как ты реагируешь на эту провокацию? Почему там в Урусмартане, опять-таки, с твоих слов, это было сделано неправомерно, там окружили сотрудника, но то, что сделали на этом посту, это ведь еще более неправомерно. Они, как ты сам писал в своем телеграм-посте, они совершили провокацию, они не заслуживают того, чтобы работать, пачкать мундир правоохранителя России. Они заслуживают наказания с твоих же слов, но наказать их и у тебя, и у этого Замида, и у прочих твоих командиров, полков, спецподразделений, кишка тонка, потому что там вас очень быстро удивят, поставят на место. Посмотрите, насколько это показательно. Две практически, ну, с их же слов, одинаковые ситуации, хотя я не думаю, что в Урусмартане было что-то настолько серьезное, что туда нужно было гнать представителей всех спецподразделений. Такая-то бывает бытовая, там ссора произошла, но они решили из нее раздуть такую историю и запугать там всех жителей Урусмартана, и нам всем показать, как они реагируют, когда в отношении сотрудника кадыровской полиции кто-то там как-то, значит, неправомерно там с ними обходится. Но как только то же, то, что гораздо хуже этого сделали такие же сотрудники полиции, со слов этого самого же Кадырова, он ведь сам нам говорит, это не мы говорим, что там неправомерно поступили, он говорит, что это была провокация. Когда это сделали, они у него смелости не хватило, ни смелости, ни решимости не хватило на то, чтобы отправить туда точно так же все силовые структуры, сопровождать это информационным сопровождением, показывать, как они готовы отстаивать своих чиновников, своих тем более друзей, одноклассников. Вот вам и вся кадыровская смелость и его бравада. Выделанного яйца это все не стоит. Субтитры создавал DimaTorzok